Иногда в арт-центр «Бронзовая лошадь», где находится наш антикварный магазин, обращаются различные телеканалы для съемок сюжетов об антиквариате. Один из таких сюжетов из телепрограммы для подростков предлагаю вашему вниманию и прошу написать в комментариях, что вы смотрите чаще. Профессиональное телевидение с солидными бюджетами или любительские ролики, снятые на мобильный телефон. Ну что, есть информация? Нашли наших недоагентов? Да, вот они в 1984 году развлекаются. Кто специализируется на этом периоде? Агент-звезда. Она как раз уже на задании. Я ее только что отправила. Каждая вещь несет в себе частицу эпохи. Например, вот такой пионерский галстук завязывали школьники каждое утро. Вот уже Советского Союза нет, а галстук до сих пор остался. Здравствуйте, Алексей. А вы можете рассказать нам, какие вещи времен СССР сохранились? Привет, Маша. Конечно, расскажу, покажу, объясню, почему они ценные и даже почему они сохранились. Маша, у тебя пионерский галстук. У нас в коллекции как раз сохранился один из таких галстуков. Но, возможно, у тебя похоже на новодел. А у нас настоящий галстук с вшитой в него, видишь, бирочкой. Это последний выпуск пионерских галстуков. Такой маленький тряпичный осколок Советской империи. Пойдем дальше. А что у вас вот это такое? Это, Маша, такой аппарат, который воспроизводит звук. Называется граммофон. Музыкальным носителем здесь является пластинка. Она очень похожа на современные виниловые, но она не виниловая. Если ее уронить, она разобьется, как стекло. Звук извлекался таким образом. Заводится ручка, запускается двигатель и опускается иголка. А расскажите нам о советском фарфоре. Маша, смотри, фарфоров было много разного. Это были фигурки людей, животных, всевозможные сюжеты сказок. Ого, какие тарелки. Наверное, очень старинные. Это мечта советского человека. Такой сервис назывался «Мадонна». Все очень хотели его иметь. Им, как правило, не пользовались. Он стоял в серванте, и его только показывали гостям, что он есть. Это как признак достатка. Потому что как только им начинаешь пользоваться, весь вот этот рисунок, он очень быстро стирается. Музыка Вот очень интересная монета. Она стала символом Советского Союза. Это одна из самых красивых монет для нумизматов. На ней рабочие и крестьяне смотрят в сторону восходящего солнца коммунизма по всему миру. Домашний кинотеатр тех лет. На нем смотрели кинофильмы. Вон там пленочка вставляется. Также очень большое количество сохранилось из Советского Союза кинофототехники. Как, например, вместо телефона кино снимали вот такой камерой. Она была на батарейке. И можно было снять какое-нибудь кино. А вот, Маша, знаменитый советский фотоаппарат «Зенит». Слышала про такие? Нет. Тоже очень. Слышишь, даже в рабочем состоянии. Можно еще такую штуку включить. Это будет автовзвод. Сейчас он там щелкнет. Не пугайся. Ничего себе. Он мог автоматически сам фотографировать. Класс. Класс. Сейчас валит и птичка. Зенит. Продолжение следует...